Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Мексики до Австралии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Могут ли демократия и демократические принципы устройства государства и общества прийти туда, где люди ранее никогда этого не знали? При демократии не жили и даже, возможно, не задумывались о том, что это такое. Действительно ли мир сегодня переживает кризис демократической идеи и почему так случилось? Что важнее для обывателя? Относительная сытость, сиюминутная безопасность и предсказуемость или же базовые гражданские права и ощущение свободы? Сколько на планете свободных и несвободных государств? Кто такие современные популисты, чем они опасны и почему они часто выигрывают? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, прежде чем мы начнем рассуждать, давайте напомним базовые понятия. Демократия или народовластие в переводе с древнегреческого – это, согласно определению, политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием всех участников на исход какого-то процесса, ну или на его существенной стадии хотя бы. Какие есть базовые признаки демократического государства? Первое. Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путем честных и состязательных выборов. Второе. Народ является и остается единственным легитимным источником власти. И третье. Общество осуществляет самоуправление ради чего? Ради общего блага и удовлетворения общих интересов. Вот такое научное определение. Вообще, одной из основных целей современной демократии, конечно, является ограничение произвола и злоупотреблений со стороны власти. И ведь есть еще и очень точное определение основных признаков тоталитаризма. Мне, например, нравятся очень коротко и очень ясно они сформулированы в книге «Демократия и тоталитаризм», которой, кстати, уже больше полувека писалась она во времена Холодной войны, известного французского философа-гуманиста Раймона Аарона. Признаки тоталитаризма. Первое, конечно, однопартийная система, то есть монопольное право на политическую деятельность имеет лишь однопартия. Второе. Государственная идеология. Когда правящая партия имеет на вооружении или прямо, скажем так, в качестве знамени идеологию, которой она придает статус единственного авторитета. А в дальнейшем это такая официальная государственная истина. Монополия на информацию. То есть для распространения официальной истины государство монополизирует, я бы так сказал, средство убеждения. Государство и его представители руководят всеми средствами массовой информации. Радио, телевидением, печатью, интернетом, там, где это возможно. Нужно. Государственная экономика. Большинство видов экономической и профессиональной деятельности находятся в подчинении государства, становятся его частью. И что важно, поскольку тоталитарное государство неотделимо от своей идеологии, то почти на все виды деятельности накладывается такой идеологический отпечаток, даже на производство спичек. И есть такая вещь. Пятый пункт. Это идеологический террор. То есть любое прегрешение, даже там в хозяйственной, в профессиональной сфере, оно превращается в идеологическое. Нарушители подвергаются вот этих всех законов, писанных и не писанных в тоталитарном государстве, не только полицейским мерам преследования, но и их начинают преследовать идеологически. Спасибо за хорошее в пяти пунктах Раймону Арону описание современной Российской Федерации, Республики Беларусь, Северной Кореи. Так вот, с чего мы начали? С вопроса, действительно ли в современном мире уже глубоко в 21 веке на планете диктатуры и тоталитарные формы правления, то есть обладающие вот этими всеми признаками, о которых я только что... Пятью пунктами. Вдруг оказались почему-то опять на подъеме, а демократия в неком кризисе. Вот так ли это? Мне лично кажется, что сейчас на Земле гораздо больше несвободных все-таки стран, чем свободных. Помните, мы с вами даже в одной из наших прошлых бесед пошутили грустно, мол, когда мы говорим «мировое сообщество», обсуждая всеиминутные важные международные политические новости, мы на самом деле под этим международным сообществом подразумеваем лишь относительно небольшое количество государств, ну, несколько десятков. Конечно, это так. На самом деле есть статистические данные, с которыми каждый может ознакомиться. Вполне почтенная организация Freedom House занимается из года в год составлением рейтингов свободы и несвободы в мире и классификацией стран на свободные, частично свободные и совсем несвободные. Так вот, на самом деле, конечно, больше всего попадает во вторую категорию, в частично свободные страны. То есть те страны, в которых не все пять пунктов диктатуры, которые вы перечислили, в наличии, но частично что-то есть. И, с другой стороны, не все признаки демократии, которые вы перечислили в самом начале, тоже имеются в полной мере. А есть такой микс. Стран с таким миксом их очень много. Это, на самом деле, и большая часть Африки, почти вся Латинская Америка, очень значительная часть Азии. И, к сожалению, в Европе их тоже уже, скажем так, по окраинам достаточно. Это и Сербия, и другие балканские страны. На самом деле, даже из стран ЕС Венгрии уже причисляют к частично свободным странам. К Болгарии есть определенные вопросы. В общем, это такие весы, весы демократии и свободы, которые качаются, все время колеблются, и колебания идут то в одну, то в другую сторону. Правда в том, что в последнее десятилетие эти весы качаются в сторону, действительно, роста числа и влиятельности недемократических режимов. Ну вот как Арон назвал свою книгу «Демократия и тоталитаризм». Ведь мы, когда рассуждаем о демократии и тоталитаризме, во-первых, мы понимаем, что истинного такого в совершенстве стопроцентно чистого народовластия со времен появления слова «демократия» в Древней Греции никогда не существовало на планете. Это всегда было с каким-то таким допущением. Плюс или минус, как знаете, процентное содержание чего-то в каком-то химическом веществе, так и процентное содержание демократии в обществе и в государстве можно измерить, но стопроцентным оно не бывает никогда. Во-вторых, мы, когда говорим о таких вещах, это, безусловно, подъем либо кризис идей. Так вот почему при понимании, наверное, большинством людей, что такое тоталитаризм и что такое демократия, вот этих пунктов, которые я назвал, внезапно демократические идеи оказываются в кризисе, идеи, ну, говоря простым языком, жесткой руки, взять все и поделить, быстро махом решить все проблемы, вот эти популистские тоталитарные идеи становятся все более и более привлекательными. При том, что все возможные варианты тоталитарных правлений, хотя бы в прошлом 20 веке, человечество уже видело. От Камбоджи, Палпота и нацистской Германии, ну, допустим, до каких-то режимов там разного цвета коричневых и черных полковников, хоть в Греции, хоть в Аргентине, хоть где угодно. Во-первых, я тут с вами немножко поспорю терминологически, я бы так не разбрасывался словом тоталитарный. Оно немножко, на самом деле, уже скомпровитировано в политологии, и это такая предельная степень развития диктатуры, которую в современном мире найти на самом деле непросто. Ну, вот, может быть, Северная Корея, да. Да, но на самом деле предельной степени проявления всех этих пяти пунктов арона, ну, сложно уже найти. Я бы предпочел говорить просто о слове диктатуры или авторитарный режим. Другая вещь, более важная, которую я хотел бы подчеркнуть, это то, что свобода и демократия, они всегда тождественны. Я не помню, кто из философов дал это определение, оно мне очень нравится, что я чувствую себя свободным, когда я не подвержен ничьему произволу. А такое чувство может быть у человека, в общем-то, и при недемократическом режиме. Допустим, какой-нибудь полноправный римский гражданин в античном времени вполне мог чувствовать себя свободным еще во времена республики, до Цезаря и прочих императоров. Но при этом Рим, большинство населения-то составляли рабы, то есть какая уж тут демократия, когда у большей части живых, так сказать, разумных существ прав не больше, чем у вещи. Это такой момент тоже важный, потому что часто люди отождествляют свободу и демократию. Демократия может быть тоже достаточно жесткой и даже жестокой, если в ней не учитываются права меньшинств, если она отождествляется с правлением большинства. Вот большинство решило так, пусть даже на самых честных выборах. Меньшинство должно в лучшем случае заткнуться, а в худшем случае будет преследоваться, потому что оно проиграло. Но это Соединенные Штаты хотя бы 19 века, с учетом, какими правами обладало коренное население, чернокожие и так далее. Остальные были свободны. Даже не только 19 века, если брать юг Соединенных Штатов, там были эти законы Джима Кроу, которые фактически лишили формально имевшихся прав гражданских чернокожее население. И вплоть до, на самом деле, 1950-60-х годов, когда началось движение за гражданские права и победило. Да, там, в общем, ни о какой полноценной демократии говорить было нельзя. Точно так же очень многие элементы демократии есть, на самом деле, в современном Иране, Исламской Республике. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, как этот режим функционирует. Такая демократия, обрезанная по краям очень сильно, потому что кто будет допущен к выборам, решает разного рода советы, там, стражей, мудрецов. У них такие красивые восточные названия. В реальности это просто инструменты авторитарного режима. Ну, это не единственный пример того, когда тоталитарные режимы идеологии правителей, ну, или впоследствии, что, понятно, уже сейчас становящиеся таковыми, приходят путем демократических выборов к власти. Что далеко ходить? Сектор газа и движение Хамас. Вот там оно точно было абсолютно избрано подавляющим большинством голосов. В этом, как бы, квази-государстве фактически, потому что палестинская автономия разделена строго на две части, это даже не единое какое-то государственное образование, правит группировка, которая признана террористическими практически всеми. Ну, вот тем самым, по крайней мере, международным сообществом, о котором мы упомянули в начале. Кстати, когда мы сейчас упоминали борьбу за гражданские права в Соединенных Штатах, упомянули в 50-е и 60-е годы. Вот вообще волны демократизации некой, они во второй половине 20-го века прокатились по планете. Ну, в первую очередь, пал железный занавес, развалился социалистический, коммунистический, восточный блок, так называемый. И много где произошли такие демократические позитивные изменения. Ну, в той же Латинской Америке, например, с десяток режимов однозначно военно-тоталитарных сменился демократическими выборами, пришли демократические выбранные президенты с кучей минусов, с кучей неприятных последствий, коррупции, мошенничества и популизма. Но все-таки эти страны перестали быть однозначно тоталитарными. Почему же все-таки все это как-то на глазах затормаживается в 21 веке? Что? Это наступление каких-то сил зла, которые оказались более привлекательными, или, скорее, проблема в самих вот этих либеральных демократиях, которые, может быть, так сказать, разжирели, стали жертвами каких-то собственных иллюзий, уверовали в собственную непогрешимость, и, как бы сказать, в собственную окончательную победу? Уверовали, это верно. Последняя очень крупная волна из демократизации, из перечисленных вами, она приходится, конечно, на конец Холодной войны, когда рухнул так называемый социалистический лагерь, и появилось вот это огромное количество молодых демократий. Восточная Европа, постсоветское пространство. И тогда действительно было очень много иллюзий, появилась эта теория конца истории Франсиса Фукуямы. Я еще раз обращу внимание, что речь идет о либеральной демократии, то есть той самой демократии, где законодательно обеспечены в том числе и права тех, кто не принадлежит к большинству. Это не только власть, право и законы, не только свободные выборы и сменяемость власти, но и вот эта вот правовая гарантия пестроты общественной. То есть это не электоральная демократия в ее как бы первозданном виде, как в рабовладельческих античных государствах? Недостаточно. Недостаточно только механизма демократических выборов для того, чтобы существовала действительно либеральная демократия. Так вот, почему все-таки не все получилось? На эту тему Иван Крастев и его соавтор Стивен Холмс, два довольно крупных европейских политолога, написали целую работу, которая называется «Свет, который предал» или «Свет, который обманул» «The light that failed». Вот там разбираются эти вопросы. И они приходят к выводу, что посткоммунистические страны, они слишком стали активно, с одной стороны, активно, но формально имитировать Запад. Западные привычки, западные институты, но при этом они как бы наполняли их не совсем западным или совсем не западным содержанием. И в результате демократии вышли такие покореженные, не сопровождались или не всегда сопровождались адекватными экономическими преобразованиями. И в итоге, что привело к падению популярности многих таких демократий, возникло огромное социальное неравенство. На самом деле оно тоже огромное, смотря с чем сравнивать. Сто лет назад такого неравенства, которое было в тогдашних обществах, в том числе и западноевропейских, и самых развитых, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и где угодно. Нам такое неравенство и не снилось. Вот это социальное неравенство и ощущение того, что масса людей небольшого достатка почувствовала себя как бы отброшенными на обочину общества и в каком-то смысле на обочину истории, оно привело к тому, что они разочаровались в политической системе демократической и стали смотреть на тех, кто предлагает им простые и привлекательные как бы решение. То есть на тех самых популистов, о которых в последние годы так много говорят. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о современных и прошлых демократиях и о популистах, о кризисе демократических идей и о том, почему не всем народам и нациям сегодня даже до конца понятно, а зачем им нужна демократия. Ярослав, ну вот это мы все говорим о странах, где как бы демократическая модель себя либо не оправдала, либо это был эксперимент. И вообще о странах европейских. Очень много ведь государств, где люди никогда, как я уже сказал вначале, не жили при демократии, не пробовали ее на вкус, не понимают, что это такое. Но сейчас в эпоху распространения всей возможной информации, всеми возможными методами, в эпоху интернета, они хотя бы об этом знают. Почему до сих пор она им, как бы сказать, не то чтобы не нужна, но очень многие ее опасаются. Вот это вопрос, который сейчас очень много дискутируется. И в основном, конечно, это государство не совсем, не всегда европейские. Это Азия, Африка и Латинская Америка. И что интересно, формально подавляющее большинство из них это не абсолютные монархии или не такие откровенные военные диктатуры, которых на планете практически действительно не осталось. Абсолютные монархии, насколько я понимаю, сейчас остались вот на Аравийском полуострове. Более-менее это все. Ну, еще Свазилент можно вспомнить, который ныне называется и Сватини в Африке. А это государство построено, в общем, по западной формально-демократической модели с выборами, с президентами, со сменяемыми правительствами. Однако никакой демократии там, что называется, и не пахнет. Гражданские права, базовые свободы, вообще желание быть причастным к решению собственных проблем, проблем государства, определять собственное будущее, оно действительно нужно далеко не всем. Если власть, какая бы она ни была, до какого-то момента способна, ну, обеспечить тебе минимальное благо, минимальное спокойствие, в общем, какое-то, может быть, иллюзорное ощущение свободы. Очень много, например, я разговаривал в последнее время с разными китаистами, о модели даже не государственного, а общественного устройства, которое в Китае существует, и о том, почему Китай именно, вот устроен именно так, как он устроен, с формальным абсолютным правлением коммунистической партии, по сути, являясь совершенно капиталистическим государством, причем капиталистическим таким, столетней давности, да, где идет колоссальное, первоначальное накопление капитала, социальные и классовые различия видны гораздо сильнее, чем в государствах западного мира, и так далее. Они говорят, потому что есть негласный договор, и как только этот негласный договор между властью и обществом перестает соблюдаться, мы видим, что мы видим, вот эти протесты, которые сейчас в Китае происходят, потому что как бы власть посмела себе слишком сильно завинтить гайки, причем, опять-таки, не в каких-то политических вопросах, а чисто в бытовых. Людей заставляют сидеть в квартирах и подчиняться очень жестким правилам третий год из-за борьбы с ковидом, мифической или настоящей, мы сейчас говорим, конечно, не о пандемии, а о том, какими методами власть реагирует на экстремальную ситуацию, и что об этом думают окружающие люди. Насколько я помню, там началось все с кошмарного инцидента в городе Урумчи, где власти просто снаружи заперли целый большой дом, а там начался пожар, и люди погибли, потому что они не могли выбраться на улицу. Но, как всегда, это формальный повод для прорвавшегося такого гнойника, огромного общественного недовольства, так же, как нынешние протесты в Иране, в общем, начались с гибели этой несчастной девушки, которую полиция до смерти избила за снятый хиджаб. Большинство политологов, с которыми я говорил, предупреждают, что если, но это очень большое если, и, конечно, этого не случится, по какой-то причине произойдет тотальная смена режима, будь то в Китае, в Иране, ну, или в Венесуэле, еще одно, возьму просто географически далекое государство на другом континенте, ну, что называется, из этой же категории, или на Кубе, вряд ли там все равно сейчас придет к власти некая демократическая сила, которая организует государство по тем демократическим принципам, о которых мы упомянули в начале. Но вот не выйдет у них. Почему не выйдет? Очень много мнений, но все сходятся в том, что, по крайней мере, не сейчас, а ждать еще очень-очень долго. Вы знаете, на эту тему есть одна любопытная теория. Она существует уже 10 лет, с 2012 года, когда вышла в свет книга двух американских политологов Дарона Аджимаглу, он уроженец Турции, и Джека Робинсона. Она называется в русском переводе «Почему одни нации богатые, а другие бедные?» Такое немножко детски звучащее название. В оригинале она немножко по-другому звучит «Why nations fail?» То есть «Почему нации терпят неудачу?» Естественно, не все, а некоторые. Я ее тоже читал. Хорошая книга. Действительно, там то, что я люблю. Умные вещи и сложные объясняются доступным каждому языком. Не нужно иметь три высших образования, чтобы понять. Именно так. У них там огромная масса примеров, действительно, по всей планете, так сказать, распространенных. От Сьерра-Леоне до того же Китая и от балканских стран до Мексики. Так вот, они делают упор, Джамаглу и Робинсон, на институты. На то, как институты возникают, развиваются, причем экономические и политические. Они делят институты на две категории. Инклюзивные и экстрактивные. То есть, если говорить более простым языком, институты, которые способствуют включению в общественное развитие большой массы людей, и институты, которые, наоборот, экстрактивные, но это выжимающие дословно. Те, которые просто эксплуатируют большую часть населения данной страны в интересах ее элиты. Все зависит от того, по их мнению, этих двух авторов, удастся ли, во-первых, сочетать экономические и политические институты, чтобы и те, и другие, так сказать, были в одной категории, были желательно инклюзивными. И вторая вещь, возможен ли переход от этих выжимающих, экстрактивных институтов к инклюзивным. Таких переходов они описывают несколько, но эта вещь достаточно уникальная. Там должно быть стечение специфических обстоятельств. Допустим, они описывают исторические примеры, революцию 17 века в Англии, где это удалось, где из вполне такого традиционного сослованного общества с почти абсолютной, не совсем, но очень мощной монархией удалось создать постепенно парламентскую демократию и изменить экономику таким образом, что началась индустриальная революция, а Британия стала флагманом в этом плане всего мира. А во Франции и Испании, которые в 17 веке на самом деле по внутреннему устройству были вполне похожи на Англию, этого не случилось. Вернее, случилось, но много позже и эти страны пошли другими путями. И так везде и всегда. Некоторые примеры воодушевляют. Допустим, Южная Корея этот переход в свое время совершила от диктатуры и выжимающих соки экономических институтов к, в общем, небезупречному, но вполне демократическому режиму и очень развитой вполне нормальной капиталистической экономике. Есть там и менее известные примеры. Бацвану они описывают. Мало кто знает, что там, в общем, на фоне остальной Африки достаточно благополучная страна и вполне развитая демократия. То же самое произошло в последние годы в Монголии, о чем тоже не очень широко известно. То есть ни один народ не осужден на то, чтобы бесконечно болтаться вот в этом порочном круге диктатур и эксплуатации. Но, с другой стороны, чтобы из этого порочного круга выскочить, нужна большая воля, нужны эти самые институты, по крайней мере, экономические для начала. И нужно удачное стечение обстоятельств. Все-таки какие-то эволюционные процессы, знаете, говорят, нужно время. Они иногда складываются очень удачно. Неоднократно мы уже Латинскую Америку в нашем разговоре упомянули. За последние лет 30 большинство латиноамериканских обществ проделали внезапно какой-то колоссальный, я бы сказал, такой очень пассионарный демократический путь. Вот какой-то появился внутренний драйв, плюс наросло весьма образованное и зажиточное городское население, которое стало мыслить категориями совершенно, ну, не то чтобы западноевропейского или какого-то американского типа, но они стали мыслить по-книжному и у них появилось чувство собственного достоинства. где-то в одних странах дурную службу сослужил интернет, фейковые теории, теории заговора, люди теряются в обилиях самых разнообразных версий, информации и так далее. В Латинской Америке он сослужил очень хорошую службу, в большинстве, по крайней мере, стран, не везде, да, есть и Куба, и Венесуэла, и Никарагуа, например, но есть и Чили, и Аргентина, вот уж страны, которые в 20 веке являли собой такой кошмарный сейчас это одни из самых демократических стран континента. Да, ушел в историю этот карикатурный образ латиноамериканского диктатора, да, фуражка, темные очки, противные тонкие усики, это уже не ассоциируется давно с Латинской Америкой. Но иногда демократия вырождается из совершеннейшей фарс. Венесуэла современная, это, в общем-то, пример того, до чего можно докатиться, постоянно играя в такие псевдодемократические игры. Ведь Уга Чавес, покойный президент Венесуэлы, был избран на демократических выборах. И Николас Мадуро, его преемник, что уже странно, да, когда мы говорим о демократической стране, слово преемник, он тоже был избран на демократических выборах. Но то, чем является сейчас Венесуэла, это отдельный разговор, да, большинство слушателей наших, я думаю, знают. Ну, никак, ни по каким параметрам, вот этим пяти пунктам, которые я в начале беседы назвал, никак ее к демократическим странам причислить нельзя. Но при этом народ все равно в то, что им каждый день говорят там откуда-то, с экрана телевизора, печатают в газете или на каком-то там партийном митинге Единой социалистической рабочей партии Венесуэлы. Ну, вот это подтверждение того, о чем я говорил уже в ходе нашей беседы, что электоральная демократия абсолютно не обязана быть либеральной. Но вот популизм современный или тоталитаризм, наоборот, современный, он как дьявол становится очень привлекательным. Это неоднократно тоже я встречал совершенно разных авторов. Теорию о том, что раз уж мы живем в таком информационно-рыночном мире, проблема, не хочется разбрасываться пафосными словами, но, в общем, каких-то добрых и правильных идей в том, что они не умеют себя продавать. А плохие идеи сейчас в наши дни гораздо более привлекательны как товар, чем те, кто говорят занудные правильные вещи. Вот как мы сейчас с вами занудно рассуждаем, мы же говорим о хороших вещах, но, возможно, мы кому-то покажемся скучноватыми. А если бы мы сейчас с вами матерились, кричали какие-то простые яркие лозунги, может быть, нас слушали бы больше? Частушки бы исполнили какие-нибудь ругательные. Были бы привлекательные. Да, так работает и политическая среда, безусловно. Итак, это был наш Атлас Мира. Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts iTunes или CastBox. Разумеется, на нашем сайте свобода.org, в разных аккаунтах Радио Свобода, в разных социальных сетях. Звукорежиссер этого Атласа Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода